В Москве во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы состоялось открытие мемориальной выставки Д.Д. Куркут народного художника СССР и Азербайджана Тагрула Нариманбекова. В экспозицию вошло около 30 иллюстраций, созданных художником по мотивам тюрко-агузского эпоса Д.Д. Куркут, возложения народного писателя Азербайджана Анара. Организатором выставки выступил Фонд поддержки научных и культурных программ имени Марджани при содействии Библиотеки иностранной литературы и Азербайджанского культурного центра. В мероприятии приняли участие деятели культуры и литературы Азербайджана, представители посольства Азербайджанской республики в России и многие другие. На мой взгляд, одному из крупнейших художников Азербайджана 20-го столетия Тагрулу Нариманбекову было дано поистине много. Человек он был удивительным образом одаренный, имел великолепный баритон, мог сделать карьеру оперного певца, но выбрал стезию художника. Будучи всемирно признанным мастером, занялся иллюстрированием книг и в этом преуспел тоже несказанно. Но как бы труден не был путь жизненный, какие бы зигзаги судьба ему не преподносила, все его творения пронизаны светом, любовью и жизнелюбием, любовью к жизни. Тагрул Нариманбеков является как бы плодом огромной любви двух людей, француженки Мадам Ирма и своего отца Нариманбекова, который в свое время, поехав во Францию на обучение, встретил там Мадам Ирма, полюбил ее. И от этого союза родились не только прекрасные сыновья, но и замечательные художники, народные художники Азербайджана, Видадин Нариманбеков и Тагрул Нариманбеков. И вот от этой любви как бы пошло такое продолжение в азербайджанском искусстве, в азербайджанской культуре. Дело в том, что и их дети-художники, это замечательная художница Асмяр Нариманбекова, которая сейчас живет в Париже, Нигяр Нариманбекова, дочка Видадзи, которая тоже живет в Париже. То есть это семья, которая дышит, живет и существует в культуре, существует в искусстве. Я вчера имела удовольствие как бы говорить с Асмяр Нариманбековой, с дочкой художника. Я рассказала ей о том, что здесь открывается выставка, она просила передать всем свою благодарность и поздравление. И просила передать, что да, конечно, французская и азербайджанская культура, но еще необходимо сказать о том, что огромный компонент русской художественной школы содержится в живописи и в творчестве Тогрула. Этот человек, я вам скажу, что первый раз в свое творчество обратился к Таблицкой миниатюрной школе. Это основа нашей живописи. Вот оттуда идет. Потом он развил ее по-творческой, и он стал очень оригинальным. Он по своей жизни очень тоже был, как человек оригинальный был. Я вам говорю, он пел, рисовал, хорошо гулял, жизнерадостный был. Это не отнимешь ее. Поэтому ее работа позитивная. И этот позитив передается нам, вам, всем зрителям. После завершения официальной части мероприятия состоялась небольшая концертная программа в исполнении скрипачей, лауреатов международных конкурсов Чингиза Хананова и Камилы Бекуловой. КОНЕЦ Выставка «Де декор Куд» продлится до 15 декабря. КОНЕЦ КОНЕЦ